В Сочи состоялся 18-й международный банковский форум. В этом году одной из основных тем стала финансовая индустрия в условиях глобальной нестабильности. Эксперты рассматривали как российские, так и мировые практики и инструменты. Ключевую повестку мы обсудили с Азером Талыбовым, председателем правления Росексимбанка. Здравствуйте. Банковский форум, пожалуй, крупнейшее отраслевое мероприятие в России. Вы ежегодный участник. Расскажите, с какой программой в этом году успели ли посетить интересные сессии, может быть, услышать какие-то интересные мысли для себя? Банковский форум – это возможность обсуждать ключевые проблемы, с которыми сталкиваются банки, и как он видит регулятор решения тех проблем, которые складываются внутри экономики. Для нас, для Росексимбанка, ключевым являются вопросы, которые связаны с деятельностью наших экспортеров, прежде всего. Сегодня мировая торговля, она сильно меняется, и скорость изменений достаточно высока, и необходимы адекватные своевременные ответы на вопросы, которые возникают при реализации, в том числе и предложения финансовых услуг. Посмотрите, как сильно изменился ландшафт финансовых продуктов, которые банки предлагают коммерческим компаниям. Тренд ЕСГ, он сейчас важен и в промышленности, и, оказывается, и в банкинге. Вы скажите, что для банкинга ЕСГ? Такая достаточно большая тема, сегодня она очень модна. В большей степени она связана с тем, чтобы привлечь внимание общественности, бизнеса к тому, что необходимо уделять большее значение вопросами экологии, снижения карбонного следа при производстве. И в этом смысле мы, как Росэксимбанк, активно участвуем в продвижении российских экспортеров на зарубежные рынки, поставляющие альтернативные источники питания, такие как солнечная батарея, ветряная энергетика. И в этом смысле мы видим свою роль достаточно значимой. Также вы выступили с инициативой о снижении административной нагрузки на экспортеров российских. Расскажите о ней подробнее. Сегодня российские экспортеры, при реализации своей деятельности, находятся под риском случаев, если они пользуются банковскими продуктами в виде факторинга или фактория своей экспортной деятельности, возникают риски не репатриации валютной выручки. И при реализации факторинга, в том числе через банки фактора, мы предложили о том, чтобы снять как раз с экспортеров вот эту ответственность за репатриацию валютной выручки, тем самым передать ее на сторону банка, тем самым создать для экспортеров более комфортные условия. В принципе, мы уже согласовали текст проекта федерального закона. По этому направлению он сейчас находится в финальной стадии. Надеемся, после завершения выборов в Государственную Думу парламент сможет этот законопроект рассмотреть и принять. Мы считаем, что это будет существенным шагом вперед по созданию и снижению административной нагрузки для экспортеров. Любое снижение административной нагрузки на бизнес, оно создает дополнительную мотивацию для того, чтобы расширять бизнес. А это та самая цель, которую мы в конечном итоге преследуем.